Всем привет, с вами Накентьев, и мы начинаем проходить первое Dark Souls, а точнее переиздание первой части. Ещё раз объясняю тем пользователям, которые писали под финалом третьей части, пройти Dark Souls Remastered 3. Дело в том, что этой игры нету, нету переиздания третьей части. Что ж, а мы начинаем новую игру. Да, здесь курсора нет игрового, и мы начинаем сразу же создание персонажа, а уже потом пойдёт заставка. Я начал ужинать всё в тиме. Да, у меня сейчас английская складка. Кстати, в отличие от третьей части, здесь рыцарь, ну, не по силе даже, а по... Для новичков рыцаря брать не свёту в первой части. Да, характеристики у него, конечно, хорошие в плане здоровья, много здоровья, но у него есть учёность и вера для чего-то. Веру вы используете, скорее всего, не будете, если не играете за клирика. У него там на 14. Да, здесь некоторых классов нет, которые из третьей части. Но в третьей части, в основном, все классы не нужны, там можно взять в руки палаш, как я и сделал, и с ним бегать всю игру. Значит так, я вам рекомендую играть либо за волшебника, вот. У него есть посох, у него повышенная учёность, есть ловкость, интеллект, ну и здоровье с выносливостью одинаковое. Почему за волшебника? Потому что конкретно в этой части магия и пирамантик играют высокую роль. Они наносят очень много урона и используют в основном на всех боссах, ну, у которых не закрытое пространство. Или же, например, на мостике. Да, на мостике с гнаниями вы не попользуетесь. Но, допустим, в залах вполне можно. Значит так, волшебник, пирамант, у него уровень 1. Да, у него урок есть топор, а не кинжал. Есть щит более-менее. Эти щиты у пираманта и волшебника нужны для парирования. В общем, берём во внимание эти два класса и нищего. Да, в отличие от третьей части, опять же, нищий здесь очень хороший класс. Потому что у него все статы одинаковые на 1 стоят. И вы можете уже начать либо с волшебника, пираманта, если найдёте пламя пираманта. Ну, из-за нищего играть просто проще в первой части. Ну, да, конечно, тут идёт такой небольшой выбор. Да, ну, я, пожалуй, начну с... Волшебника. Из здоров тут есть благословение богини. Это святая война, которая устанавливает полностью здоровье и, вроде бы, снимает проклятие. Чёрно-углиная бомба, но это и так понятно, что это такое. Двойная человечность. Вот насчёт человечности тут есть... Небольшое объяснение. В третьей части человечности были заменены на угли. Только угли в ней... В том Dark Souls'е можешь использовать только один раз. А после умираешь, можешь ещё раз. Но человечности здесь не так работают. Человечности позволяют вам обрететь обратно человечность. То есть вы сейчас с начала игры появитесь не человеком, а таким, ну, как сжатый овощ. И человечность, вы её съедаете, она накапливается в счётчике, который позже покажу. И после чего вы садитесь у костра, нажимаете «Остановить человечность», и вы становитесь уже человеком. И с помощью человечности можно повышать уровень костра. То есть в третьей части нужно было находить осколки эстуса. А здесь это заменяется возжиганием костра. То есть изначально все костры дают 5 фляжей эстуса. Да, много. Но не всегда так кажется. Второе дают 10, третье 15 и четвёртое 20 фляжей. А улучшаются они душами хранительниц огня. Но вы их можете использовать и получить 5 человечностей и вроде бы 3000 душ. Но лучше их вложить во фляжки. Ну, в общем-то, иначе человечность даёт сразу две штуки. Ну, бинокль-то понятный, медальон. Он бесполезен, можете не брать. Отмычка позволяет открыть любой замок, где у вас написано «Закрыто». За исключением каких-то квестовых дверей, за которыми, например, сидят какие-то торговцы в заточении. Кольцо крохотного существа даёт немного здоровья. Тоже бесполезное для начала. И кольцо старой ведьмы. Оно позволяет говорить с какой-то там хреницей огня, которая приобрела облик паука. Тоже бесполезное кольцо, поэтому мы его не берём. А возьмём отмычку. Тело можно тут любое поставить. Да, здесь нужно заполнить именно все пункты, чтобы начать игру. Ну, и... Да, здесь показывается, как в третьей части, что у вас есть. То есть посох, хинжал, щит, броня, заклинания, отмычка наша. Ну и начинаем. Надеюсь, меня слышно нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Да, вероятно. Звучит сигнал «звучит» И в этой земле «звучит» 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 Субтитры делал DimaTorzok Значит, ну, по троллеру сразу было видно, что, в общем, была тьма, были бессмертные драконы, но появившийся огонь дал нежити какую-то власть, появился Гвин, ведьмы из Алито, Ногой Сид это был дракон, Нита, повелители мёртвых Ну, и в итоге Ногой Сид рассказал Гвину, чего бояться дракона, именно молний И он их из-за бомбил молниями, из-за чего их бессмертная чешуя пала И наши повелители огня смогли победить драконов, и началась Эра Огня Так, выбрать труп, ключ от темницы Ну, это от нашей темницы, в общем Да, я в этой части буду играть онлайн И шанс сражения в этой части к вам в мир намного меньше, намного ниже, чем в третьей части Да, изначально у вас есть только ваша броня и вы Ну, и поломанный меч Ну, и заклинание, если оно у вас имеется Да, тут идёт обучение Эти все безобидные Да, это не наш первый босс, это... Вы не сможете попасть позже, когда вернетесь в эту локацию из храма огня Да, поначалу кажется, что опять это всё в серых тонах Ну, в серых, я имею в виду, всё слишком тёмное, скучное Но со временем подбавится веселье А вот и наш первый костёр Да, вначале у нас никаких фляжек нету И обратите внимание в левый верхний угол Значит, у нас есть счётчик человечности Красная полоска — это полоска здоровья И зелёная — полоска выносливости Никакой полоски очков концентрации магии нету Потому что здесь, где, видите, заклинание? Написано 30 Это столько раз мы можем использовать именно это заклинание У каждого заклинания пиромантии чудес своё количество использований Это, мне кажется, удобнее, чем мана Так, это дверь к первому боссу Да, так близко И вон он сверху стоит В верхней части экрана Вы можете с тем драться, с тем поломанным мечом или кулаками Или же можете пробежать вон к той двери Который сейчас откроется Босс прыгнет По-моему, как-то тихо Сейчас как-то более-менее стало Но я не уверен, меня будет перебивать или нет Потом в следующей серии исправлю Итак, наш костёр следующий И в этой части Чтобы возрождаться у костров Вы должны возле них посидеть То есть, если вы Сидели у одного костра И разожгли второй То у второго вы не появитесь И пока что здесь функции телепорта нету Именно в начале А потом уже она появится Так, лучник Тут у нас наш щит Да, и первая часть Больше полонареализмом, чем третья Ну, или хотя бы Помните, в третьей части В полном Доспече рыцаря Я мог легко перекатываться А здесь так не получится И это мне и нравится Значит так Там вот сидит рыцарь из Астуры Который нам скинул ключ Ну, точнее, труп с ключом И вопрос Как же открыть эту стенку? Она не разбивается никак Да, можете здесь встать И выйти из игры И зайти обратно Или же Видите, там шарик Как только вы поднимаетесь Он скатывается И он может нанести вам урон Так что аккуратно И разрушает стену Далее, испуг Далее, испуг Так, вот наша флага с Эстусом И ключ Кстати, вот так выглядит этот шар Ну, довольно красиво Тут есть короткий путь Открываете эту дверь И попадаете к первому костру Нужно у него, в принципе, посидеть Итак, но пока что посоха у нас нет Мы его найдем В седущей комнате Да, и здесь есть туманные Двери Не врата Туманные врата есть только к боссам А туманные двери нужны для прогрузки локаций Чтобы игра не тормозила Ну, и можно вот так пинком сбросить Но только он не умер, судя по тому, что мне не дали душ Да, вон он поднимается Так, вон там дальше должен быть труп На котором лежит посох Кстати Модифицировать посохи с помощью душа боссов В этой части Лучше не надо Потому что Они становятся лучше для ближнего боя Чем В дальнем бою Так Не достал Не успел сделать парирование Ну так И он конечно сражаться против Них как-то не особо Нормально Еще лучник Но все же Магия Именно Чародея Чародея Убросит вам Игру Итак Вот наш Наши туманные ворота К первому боссу Здесь главное не задерживаться на входе Иначе босс прыгнет и ударит своей булавой по балкону, на который мы выйдем И вы умрете Так Вон он Сразу прыгаем и удар В зависимости от оружия будет разная Разный урон С пышка Так Ну уже не просто Да, как было в этой части Но Эта часть намного сложнее Даже если так не кажется С первого раза Ну точнее с первого просмотра Ему кстати можно закидать черными огненными бомбами И вы получите его дубину Только для нее нужно очень много сил Примерно 36 или 40 Больше всего силы у воина То это у него ее то ли 12 То ли 14 Так, чуть не умер Да, в этой части чародей тоже есть Только Из-за того, что там все бои очень быстрые Вы не успеете Использовать заклинания Вот и все, победа Это был наш первый босс Нам дали человечность Да, и Вы могли видеть, что у меня нету Удачи В навыках персонажа То есть вот здесь Дело в том, что удача здесь зависит от Вашей человечности в счетчике То есть По стандарту у вас вот 100 Вы используете одну человечность Получается 150 Две 162 Ну и так далее Да, здесь еще есть черные рыцари И оружие черных рыцарей Это самое Хорошее оружие Во всей игре То есть Мещ Галифа Большая секира Только ее не так уж и просто Выпить Падает с маленьким шансом И черные рыцари В отличие от Третьей части Не возрождаются То есть Они здесь одноразовые До исключения Последней локации Так Ну у нас несет ворона В лордран События третьей части Происходили в лодрике Но все же Это очень красиво выглядит Кто бы что не говорил Ну и вот мы в храме огня Да В первую часть Он выглядит именно так Обязательно сниму костр Чтобы не появиться У того что В тюрьме Итак У нас здесь 10 фляжек Сазы Можно повысить уровень В принципе Из-за волшебника Вам нужно повысить Интеллект До 16 Больше не надо Здесь заклинания Чародеи Не требуют Выше 16 интеллекта Поэтому интеллект Уже не трогают А начинаем качать Силу Выносливость Здоровье Ну и ученость Если вам Недостаточно Трех ячейк Заклинаний Вот так Кстати Но до 15 Фляжек до 20 Вы пока Разжечь не можете Вам нужен Обряд возжигания Который Можно выбить Убив босса Вихрь Он находится В катакомбах Но там Опять же Не все так просто Скелеты там Возрождаются Пока вы не убьете Либо некроманта Либо же Не зачаруете Своё оружие На Небесное Чтобы скелетов Убивать Одноразово То есть Третья часть В катакомбах Они возрождались Просто по два раза Вне зависимости От Был некромант Или не было Здесь именно Вот так Что ж Тут у нас Тут у нас Слот какой-то Три человечности Тут у нас сидит Опять же Тот дезертир Который был В третьей части Только здесь он По-другому выглядит Кстати Он очень сильный Поэтому на ранних Этапах игры Я вам не советую Его трогать Там есть Лут еще На мостике Да Тут также Есть жесты Всякие Ну Что ж Это пока Начало Остальное Все увидите В следующем субботу Если вам понравится С вами был Накентий Всем до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok